В Нью-Йоркской галерее France Gallery Space открылась выставка трёх русских художников, именующих себя безнадёжными живописцами. В мире современного искусства, полного компьютерной графики и мультимедийных инсталляций, эти мастера безнадёжно преданы традиционным ценностям, таким как сам процесс живописи, который, согласно их манифесту, придаёт картине дополнительный смысл, независимый от сюжета. «Безнадёжные живописцы» — это группа художников, которые, в общем, безнадёжно заняты живописью и тесно связаны с жизнью города Петербурга. Истинным певцом города на Неве является Анатолий Заславский. При этом он не изображает парадную сторону Санкт-Петербурга. Медный всадник — редкий гость в его работах, но его может привлечь городская тюрьма «Кресты», повсеместная детская игра в классики и, казалось бы, совсем не привлекательная улица без единой знаменитой достопримечательности. Благодаря сочности его красок и умению передать особенное настроение пейзажа, любые виды города становятся прекрасными и полными поэзией. «Я убеждена в том, что лирический экспрессионизм, представленный здесь, — это главный петербургский стиль. Это стиль интеллигенции, оттеснённый от государственной практики, оттеснённый от общественной жизни». Художник Борис Борщ — ещё один безнадёжный живописец, окунающий свои кисти в суету петербургских дворов и улиц. Он тоже считает городскую прозу жизни неисчерпаемым источником вдохновения для своих пейзажей. Маша Дубровская делит свою жизнь между Петербургом и Нью-Йорком, но и здесь её привлекают не знаменитые аспекты мегаполиса, а поэзия обыденной городской жизни — простые мосты и улицы, которые показывают, как в сущности похожи все города, если отвлечься от их парадной стороны. Для портретов безнадёжные живописцы также выбирают тех, кто ближе всего, например, себя, как в ироническом автопортрете Заславского на плечах Карла Маркса, или даже друг друга, как в портрете Заславского кисти Дубровской. «Франц Галери Спейс» — единственная галерея в Нью-Йорке, выставляющая только русских художников, и в основном питерских. «Вообще питерские художники менее известны на Западе, ну и даже в России, чем московские художники». Поэтому семья францев делает всё возможное, чтобы картины питерских мастеров, от барачников до безнадёжных живописцев, нашли свою публику за океаном. Ирина Борскова, Михаил Сулейманов, телекомпания «Арт-ТВА». «Арт-ТВА».